Во-первых, сама ситуация в Беларуси неожиданно являлась лишь для людей непосвященных. В целом ситуация там и отношения с российской властью ухудшались довольно стремительно все последние годы. Единственное, что удерживались в медийной плоскости экспертами, которые, в том числе и теми, которые были агентами влияния Беларуси в Москве, как ни странно. То есть в федеральных средствах массовой информации очень много проектов, которые находятся на финансовых взаимоотношениях, получают средства от белорусских фондов. То есть, условно говоря, Беларусь имела свое лобби в России. Как и там, допустим, Турция имеет, как и Китай имеет, как и Запад. Секундочку, а почему все это в прошедшем времени? Да, наверняка эти эксперты в ближайшее время себя покажут. Они будут говорить о том, что обвинять Беларуси не стоит, что у белорусов есть основания для задержания этих ребят. И, в общем, как бы вскроются эти, как принято говорить, в таких случаях консервы. Но я могу сказать, это вплоть до весьма влиятельных медиахолдингов, которые обеспечивали вот такое прикрытие белорусской политики в Москве на уровне федеральных СМИ. Я думаю, сейчас чуть эту историю прикрутят. То есть, возможности заходить со своими инвестициями в российские медиа у Минска не будет. Но, как бы, все равно этот экспертный пул сохранится. Так вот, все последние годы Белоруссия постепенно скатывалась в антироссийское такое поле, как это и происходило в свое время с Украиной. Этот процесс был предсказуемый, потому что страна, Белоруссия, находилась последним таким окошком, форточкой на пути из России в Европу. Чисто в транспортном смысле, плане, для того, чтобы отрезать Россию от Европы, достаточно было эту форточку перекрыть. Вот это узкое горлышко, от которого зависела вся привлекательность России, как такой транзитный, транспортный, в транспортном плане привлекательность, как большой транзитной страны. То есть, все эти пути, маршруты, китайские в том числе, какие-то еще направления, они упирались в это узкое бутылочное горлышко Белоруссии с ее очень специфическим лидером. При уважении всем к Лукашенко, я не считаю его сумасшедшим, по крайней мере, я с ним не знаком и не особо погружен в белорусскую специфику, но я понимаю, что у человека, который много лет находится при власти, много лет, происходит определенное такое профессиональное, как говорят, выгорание. То есть, он перестает адекватно воспринимать реальность вокруг себя и самого себя в ней. Он смотрит по телевизору собственные выступления, он является основным получателем пропагандистского такого вала, который сам же и запускает. Он начинает верить в те вещи, в которых убеждает других людей. Что касается его уверенности в своих силах, Лукашенко в этом смысле находится между двух огней. С одной стороны, у него ухудшаются отношения с Россией, с другой стороны, на Западе он тоже не станет своим. Семен Пегов в этом смысле, в чем я с ним согласен, говорит, что уверенность ему добавляет отношения с Китаем. Это один из основных игроков мировых. И Китай добавляет уверенности чисто в таком экономическом плане, что ему удастся выдержать в противостоянии с гигантами, как Россия и Европа. Но прям считать, что инициатором событий последних дней был Китай, мне кажется, не стоит. Кто организовал эту провокацию, спецоперацию, Мне кажется, что, в общем, с помощью белорусских спецслужб, возможно, с какими-то зарубежными партнерами, была организована такая подстава, когда завлекли в страну сотрудников российских частных военно-охранных, военных охранных компаний, которые использовали ее как транзитный хаб. И это, в общем, логично. Я могу сказать, что в целом для подобных охранных компаний, небольших, которые занимаются обеспечением безопасности судов, каких-то заводов нефтеперерабатывающих, используются обычные гражданские рейсы для того, чтобы они попали к месту. Это как моряки. Ну вот, кто знаком со спецификой работы на море, моряки туда попадают обычными гражданскими рейсами в порт отбытия. Вместе с ними отправляют также и охранников, которые на корабле вместе получают огнестрельное оружие и там обеспечивают их проход по опасному морскому пути. Эти ребята, видимо, направлялись в одну из таких стран, в одну из таких точек, где должны были обеспечивать какие-то охранные мероприятия. Это не армия частная, как, допустим, те пресловутые вагнеровцы, которых через слово обвиняют в организации. Возможно, физически это те же люди, но это одна из малых контор, которая привлекла ребят простыми доступными контрактами. Возможно, тех же ребят, которые когда-то работали в более серьезных местах. Вполне вероятнее всего, эта контора подставная. Два месяца назад вокруг нее было очень много разговоров, не появилась некая контора ЧВК «Мар», которая набирала бойцов для работы за рубежом. В наших кругах очень много спрашивали, кто это такие, и ответ был один. Это, в общем, не стоит соваться. Это липовая контора. Это никто. Никто, да. Ну, то есть это просто фейковая контора, которая создана персонажем с очень дурной репутацией, с многочисленными аферами и так далее. И очень странно, что она появилась, никто не заинтересовался ее деятельностью в этой сфере, что она так вела открытый набор, это как бы вопрос для отдельных размышлений. Но то, что им удалось какую-то часть ребят завлечь этими контрактами, это так. Первая, ну, по информации Пегова, первая группа смогла вылететь в Стамбул, насколько я понимаю, а вторая группа была задержана на территории Беларуси, и при том каких-то особых улик, доказывающих то, что они готовили переворот, нет. Ну, там, я не знаю, что может быть такими уликами. Билеты или их присутствие в стране. Несерьезно. В общем, нет никаких доказательств. Если считать доказательством то, что Украфт-СМИ цитируют, задержанные вагдеровцы заявляют о том, что они хотели посетить Святую Софию в Стамбуле, типа, посмотрите, это, наверное, серьезно. Ну, это намек на шпиль в Британии, где оказались два российских агента, да, там, с какими-то целями. Вопрос в том, что для того, чтобы их в чем-то обвинить, надо иметь серьезные доказательства. Ну, презумпция невиновности их защищает. Их изначально обвинили в этом. Лукашенко явно нагнетает ситуацию. То есть, он в этом смысле не является ведомым. Он, как бы, ситуацию обостряет. К нему подключаются и украинские спецслужбы, и другие силы, что интересно, не западные. И в любом случае, кто бы не был организатором этой подставы, она говорит о том, что Белоруссия, вот буквально на наших глазах, превращается в очередной, как бы, антироссийский лимитров на границах России. Отрезая, таким образом, Россию полностью на западных границах от Европы. Замыкая блокаду России с западной стороны. Игорь, ну, о том, что Лукашенко неведомый, а сам провоцирует эту ситуацию, от тебя слышать несколько удивительно. Почему? Потому что у очень многих людей бытует точка зрения, что на самом деле Лукашенко, прости господи, дурак, которому доводят какую-то неверную информацию и играют на его каких-то обостренных чувствах, на амбициях, на попытках вот сыграть с Москвой. А здесь получается не совсем так. Мне часто приходится слушать, слышать по-любому лидеру, который совершает какие-то рисковые действия, что он сошел с ума. У людей действительно есть деформация, которую мы обсуждали, что они теряют ощущение себя в реальности. Ну, прям называть их сумасшедшими, людей, которые удерживают власть в стране десятки лет, а Лукашенко очень давно балансирует между Европой, Россией, Соединенными Штатами, Китаем и так далее. Он в этом смысле аппаратный игрок довольно сильный. Он продавливает много лет интересы Белоруссии, ну и свои личные довольно жестко. Считать его сумасшедшим, ну, как минимум, это неосторожно. Он русофоб? Вот Лукашенко имеет признаки русофобии? Если да, то с чем связано? Ну, у нас русофобия, это как бы жупел такой, который мы можем как бы наклеить. Мы должны понимать, что за десятки лет существования независимых государств, таких как Украина и Белоруссия, у них сама по себе формируется такая местечковый патриотизм, ну, как бы местный региональный патриотизм, который уже не со всей неизбежностью оппонирует Россию. Россию, да. Ну, как бы это неизбежный процесс. То есть, в наших условиях само существование, сам суверенитет этих стран, само их существование как отдельных административно-территориальных объединений рано или поздно приводит к антироссийским настроениям. Это как и в Украине. Единственное, что может обосновать существование Белоруссии и Украины как суверенных стран, это антироссийские настроения. Это единственный их шанс. Привет. Я также слышу точку зрения людей, особенно, которые ностальгируют больше по советским временам, о том, что ну, не топите, не топите Лукашенко, потому что дальше будет еще хуже. И я вот, честно говоря, не принимаю такую точку зрения, потому что дальше хуже, то есть, мы прекратим эту видимость, вот эту видимость сотрудничества, и никто не будет доить Россию. Вот в чем? По слухам, насколько я как бы слышал о том, как происходили переговоры между Лукашенко и Москвой, к нему здесь тоже относились, в общем, недостаточно корректно. То есть, его как ровню не воспринимали, даже более того, оставляли его в этом смысле там, за порогом, да, во время встреч. То же самое происходило с главами Украины, то же самое будет происходить с любым дружественным лидером, который может попасть на вот эту московскую холодность. То есть, в этом смысле вина на охлаждение отношений лежит в том числе и на Москве, наверняка. Точно так же, как и сюда приезжали, ну, есть известный такой случай, знаменитый русофоб Коломойский, да, спонсор Майдана, он первоначально предполагал делать ставку на Москву, и задолго до произошедших на Украине событий присылал переговорщиков в Москву для того, чтобы они нашли контакт с администрацией президента. Но у них как бы это не удалось, их не принимали, и Коломойский переключился на другую противоположную группировку, влил деньги и сделал ставку на Майдан. Хотя, как бы, это был альтернативный Януковичу ставленник довольно талантливый махинатор, хоть и аферист. Все же, Майдан в Белоруссии, на твой взгляд, возможен? Какие формы может принять? И если это будет, это будет скоро. Такое есть чувство. Майдан там неизбежен, но мы просто привыкли такие клише пришивать. Но Майдан это просто разбаланс системы. То есть, либо она у нас вертикально интегрированная система управления, либо она идет в разнос. Когда она идет в разнос, перенося из Майдана в антимайдан и обратно. У Майдана у него две стороны обязательно. Интересный момент. Майдан это противостояние внутри страны. Хаос. Противники Майдана в этом смысле в ухудшении ситуации играют ту же роль, как и сами майдановцы. Без второй стороны Майдан невозможен. Вот столкновение интересов внутри одной страны это и есть Майдан. Когда изнутри страны ее взрывают и таким образом ее используют в своих целях. Не стабилизировав ее, как сейчас Украина на антироссийских позициях, а когда ее поджигают изнутри. В этом смысле мне кажется это процесс неизбежный. Само геополитическое положение Белоруссии должно привести к тому, что там рано или поздно взорвется изнутри. Когда точно дам Богу известно? Ну, сейчас события настолько ускоряются. 20-й год видите, как бы нам не дает соскучиться и это может произойти очень быстро. Все ли делаем правильно? Лукашенко вот в этой ситуации поставить ультиматум, провести операцию, не дай Бог он начнет выдавать Украине наших бойцов. Это худшее, что он может сделать это будет потеря и репутационная и вообще представьте себе тут правильно ребятам мысль говорят, теперь в Минск не может полететь никто из ДНР, ЛНР даже на переговоры. То есть, это нарушение в том числе и установившаяся система взаимоотношений с Украиной, которая как бы вроде согласилась менять всех на всех. Мы поменяли всех на всех или там в процессе находимся и теперь они перехватывают новых преступников по украинским законам, которых вроде бы они должны были уже отпустить. Понимаете? Как бы это разрушает баланс отношений вообще ну и в не в пользу России. Ухудшает этот баланс. Правильно ли мы делаем? Мы много говорим о том, что вооруженный способ решения это уже как бы свидетельство проигрыша любых других путей. дипломатических культурных политических ни в одной стране постсоветской не удалось сформировать стабильного адекватного последовательного пророссийского движения. Изначально делалась ставка на каких-то кулуарные договоренности с политиками местными которым давали возможность заработать там лично деньги в расчете на то, что они будут управляемыми в течение многих лет. но они оказывались управляемыми совершенно другой стороны там с запада потому что эти деньги заработанные с россией нужно было куда-то выводить на тот случай если в стране сменится власть. Ну как бы причин очень много суть в чем что то что не удалось сформировать широкого масштабного пророссийского движения особенно движения по интеграции в состав российской федерации а у Беларуси это наиболее яркий момент то есть эта страна была на грани вступления много лет в состав российской федерации даже этого не удалось сделать потому что работали с элитами с которыми не получалось договориться чисто вот в таких кулуарных раскладах если бы их все эти годы подпирали снизу уличным давлением движением если бы защищали любого пророссийского политика на местах который потом обеспечивал бы это давление изнутри то не было бы таких подстав и трюков как бы со стороны со стороны лидеров республик ну история не имеет сослагательного наклонения если бы кратко буквально мы потеряли Беларусь да нет ну мне кажется Россия потеряла не только Беларусь потеряла и Армению потеряла ну и в процессе потери любых других союзников и фактически рано или поздно останемся одни а это означает что само противостояние перенесется на территорию Российской Федерации то есть ситуация не самая радужная ты пессимист в этом плане я реалист как принято говорить в таких случаях делать что должен и будь что будет я объективно понимаю даже это одна из причин моего переезда в Москву из Украины что как бы решаться судьба России будет здесь в ее центре не где-то там на дальних окраинах хотя я сам там очень люблю летать в Сирию поддерживаю операцию в Сирии но я понимаю что все это попытки отбиться затянуть процесс отгрызться от наступления противника который рано или поздно будет здесь внутри все-таки Heartland вот это наше сердце оно манит прежде всего противнику первую в любом случае они должны нанести удар к нам здесь